А у вас чё, по-другому? Коран, ага, да-да-да. Считай, чё написано? Ну, и просчитать не можешь. Откуда, Са? Не откуда, я дома сижу, никуда не ходил сегодня. А где живёшь? Барнаул, Алтайский край. Вот так и спрашивай правильно, а то откуда. Откуда это точка А до точки Б. А где, вот я тут и сижу. У меня ничего нету. У вас теле, это, микрофон далеко. Жена есть, жена. Да вам она зачем? У вас четыре, хватит вам. Зачем мою-то отбираешь? А жена есть у тебя? У меня есть одна, у тебя четыре. И ты добиваешься до моей жены. Как тебе не стыдно? Нет, нет, нет. Это не про то, это он сказал. Нет, я просто... Просто спрашивай. Зачем тебе моя жена-то? Нет, я говорю, а ты тебе не... Если ты не стыдно, если ты хорошо. Сенёк, если не стыдно тебе... Зачем она? У тебя четыре есть. Я же не спрашиваю, как звать твою Айшу. Всё, давай. Ой, где-то, короче, она есть сейчас, посмотрю. Так. Я попросил достать Библию, говорит, есть. Что? Вы что достали? Библию достали? Нет, нет. У нас... Татарская нация, у нас получается намаз там с такой. Всё. У вас Библии нету? У нас нет Библии. А что-то? У нас получается намаз, типа молитва, только татарская. У вас, наверное, вот это, да? У вас, наверное, вот это? А. А, смотри. Покажите, покажите. Да, 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 у нас Хоран, да, да, да. А ну, прочитай, ещё написано. Хоран написан. А, здесь я не знаю иероглифов, я же не верующий. Ну, как верующий, типа я мусульманин, но иероглифов я и не изучал. Понятно, ну ладно. Христа не знает, что он умер за них. Он взял наши грехи на себя, и веруя в него, мы имеем жизнь вечную. А можно вот вопрос на религиозную тему как раз? Можно, только без матерков, чтобы было. Я не буду материться. Вот я, когда в детстве, ходил в цикловно-прихорскую школу. И нам рассказывали о том, что карты, вот игральные карты, это на картах изображены все те увечья, которые приносили Иисусу. Когда приколачивали, там, ну, типа, винни, это гвозди. Крест, это, ну, крест, к которому его прибили. Черви, это сердце, кажется, его побили. А вот буби, это губка, которую, ну, смачивали. Это правда или нет? Ну, раз так объясняют, пусть будет так. Шатана подражает. Можно поверить, но это нигде не написано. Этот человек так думает, может быть, искусственно. То есть такого не написано в Библии? Нигде не написано. Это можно растолковать так, что это касается Кремля. Ну, что угодно можно объяснить. Надо Библию считать так, как понимали святые отцы. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Оно запрещает толковать ее самим. А нужно принимать так, как Господь сказал. Чтобы ни одно место другому не противоречило. А почему рождаются разные секты и ереси? А секта – это узор взгляда на истину. Он вырывает один стих, и по нему начинает. Егова – Егова, другой – суббота – суббота. А православие – это всеобъемность. Две тысячи лет наследия. А секты рождаются, как поганки. Каждый день новые. Их больше двадцати одной тысячи разных сект. И каждый понимает по-своему. Только в России двадцать одна тысяча сект? В Америке двадцать одна тысяча. В Америке. У меня американец заезжал тут, и мы разговаривали. Он говорит, у нас двадцать тысяч только в Америке. А вы сейчас где, в Америке находите? Да нет, конечно. Мы в России находимся. Барнавул, Алтайский край. А мы из Новгорода Великого, который недалеко от Санкт-Петербурга. Да. Надо верить в Бога, потому что всем нам надлежит предстать на судилище Христово после смерти. И что будем отвечать? А мы этой кровью Христовой, верою в Ню, верою, получаем жизнь вечную. Послание, я скажу, Евангелие от Марка говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть вместе с сатаной будет гореть в озере Огненном. Бесконечные веки. Так что нам выбирать-то нечего. Или со Христом, или с дьяволом. Господь говорит, я предложил вам жизнь и смерть, свет и тьму, благословение и проклятие. Избери, человек. Но добавляет, зачем вам умирать? Избери жизнь. Скажите, пожалуйста, а вот вы как человек праведный и понимающий, вот если совершил грех, но который... Ну, как бы, по сути, любые грехи же можно отпустить. Да, такого греха только один грех, который не прощается. Христов сказал, кто похулит Духа Святого, тому не будет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Вот так. Спасибо. Да, ничего, зайдите на наш Ютуб. Там огромный Ютуб, «Во свете Библии» называется. А, как? «Во свете Библии». Понял. Игнатий Лапкин, «Во свете Библии». У нас там 15500 роликов. Ничего себе, как много. Много, много. У нас путешествия разные, миссионерские. Там все выставлено. Мы строим с нуля православную деревню на Алтае, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А то мы с человеком, когда первый раз разговариваем. Вот. Я был начальником детского лагеря 45 лет. Когда уверовал, в 23 года Библия в руки мне дана была. И детский православный лагерь. Тысячи детей подняли без помощи государства. Ни рубля не вложили. Только гнобили, давили, преследовали. И поэтому сегодня мы людей призываем к тому, чтобы начинали что-то делать. Не просто сидели тут непрерывно, как черви. За юбкой, за одной вонючей гоняются. Вот деревня, 21 тысяча сел разрушено полностью. Мы получили землю, статус, зарегистрировались. Вначале лопата, а сейчас уже и комбайны, и трактора есть. Помаленьку скотина своя. Надо работать. И работать хорошо. Правильное дело, на самом деле. Да, у нас дети все при нас. Все учатся там в деревне 9 классов. Дальше в городе учатся, в институтах. Интернет есть, все есть. Но только учителя все верующие. Программа все государственная. Первым делом храм построили. Вот вы зайдете на наш YouTube, вы увидите, вот 2 числа у нас было 28 лет. И у нас приезжал митрополит Барнаульский-Алтайский. Как идет богослужение, какой у нас порядок. У нас все бесплатно. У нас нет, чтобы свечи покупали, ходили с тарелкой или за крещение, нигде ни один рубль не появляется. Видите, мы просто показываем, что можно по-другому жить. Можно. Вот говорят, много преступников, то другое. Я говорю, а что ты сделал для этого? Я вот все, что сделать Господь позволил, это я себе никак не могу приписать. Это выше моего уровня развития. Я когда отсидел, вернулся, я в пяти тюрьмах отбывал, за слово Божие, за распространение, за Тауса, архипелаг ГУЛАГ насчитал. Я 18 лет сотрудничал в тюрьме. Одновременно вел занятия в пяти университетах. Это все бесплатно. 13 школ. Все отделы милиции, воинские части, три радиопрограммы еженедельно. Это все бесплатно для Бога. И мы можем показать результат, когда Бог посылает. Вот мне Бог позволил написать 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить бедной библиотеке. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. А потом проехали до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. Посетили 650 городов. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Во все библиотеки. Книги – это не просто книги. Они не имеют аналога. Вот вы если зайдете не на YouTube, а на сайт. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, сайт. Там все книги. Там государство... Я вас перебью. Я вот читал книгу, например, про то, как исследователи исследуют вот эти горы в Казахстане. Ой. Ну вот на горе вот эти вот. Я сейчас скажу, как называется. Книга. В общем, там библиотека есть, в которой библиотекарь может книгу читать, открывать только один день в год. Я думаю, вы тоже поняли, о чем я. Не знаю. Не слышал. У нас книги все открыты. Вот Библия в руках. Мусульмане встречаются. Я им сразу показываю книгу. У меня отдельная книга написана про Коран. Я разбираю все суры и аяты. Целый том написан. И что за 1300 лет было сказано о них. С мусульманинами. Когда ездили, мы в доме мулы ночевали, в мещеть ходили. Но по сравнению с христианством-то они никакие. У них нет спасителя. А у нас спаситель Христос, который умер за наши грехи. И зовет в покаяние. И какой бы ни был грех, там бывает разбойник рядом с Христом был. Разбойник. И говорит, помяни меня. Я недостойный человек. И Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. А второй хулил, ругался. И так и пошел в ад. А тот называется благоразумный разбойник. Вот вы если зайдете, ну у вас, допустим, мысль вам придет, что-то вы не успеете спросить, в скайп зайдите, запомните, запишите. Игнатий Лапкин, я один с этим именем. И я вам все ресурсы скину. У нас большой форум, большой мейл.ру, мой мир. Только в моем мире 22 тысячи фотографий наших. Тысячи. Ничего себе. И как будто насчитано 50 книг, аудио моим голосом, там Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, интервью репрессированных. Вы не выйдете оттуда. А вот вспомнил, как называется книга «Горы Шамбалы». Нет, нас это не касается. Не касается? У меня книги, у нас книги называются, вот мои книги, называются «Во свете Библии открытым оком». Ну ладно, спасибо. Слава Христу. Мы говорим «Спаси Христос» вместо «Спасибо». С Богом. На земле есть вода, есть покаяние. В аду нет ни того, ни другого. Да сейчас на земле такое творится. Такое творится, потому что без Бога. Мы в этом мире живем тоже. Ну и не отчаиваемся, ничего, работаем. Вот сюда в рулетку спустились, в это место Содома и Гаморры. И находятся люди. А с Богом как можно себя чувствовать? Как у Христа за пазухой говорят. Его защита, просвещение, радость, спокойствие, тишина. Я понял вас. Даже не знаю, что у вас спросить. А что спрашивать? Вы зайдите на наши ресурсы и скажете, что такого в интернете больше нигде нет. Давайте скажите мне ваши ресурсы. Запишите во свете Библии Ютуб. Так, пишу. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Библии Игнатий Лапкин. Лапкин. Да, вы найдете там. У нас там 15500 роликов. Отлично. Вы видеоблогер? Ну так говорят. Вот если вы запишите эти же слова во свете Библии Игнатий Лапкин, но только через гугл, сайт, уже не в ютубе, сайт. Подобного сайта нету в интернете. Сколько там есть. Там 50 книг моим голосом только насчитанные. Это Златоуз, Жития Святых, Добратолюбие, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. То есть у нас огромный материал. Там же 38 книг моих. Большие книги. Это серьезно. Насколько вам лет, если не секрет? Через 5 дней будет 80. Ничего себе, юбилей. Здоровья вам большого. Я еще ни одной таблетки не съел за всю жизнь. Ничего себе. Так у меня за плечами, за плечами у меня 5 тюрем и лагеря, 26 лет мучения. И в морозилке, и в психиатрии, что только не делали со мной. А я живой. И после освобождения занятия вел сразу в 5 университетах, 13 школ, 3 радиопрограммы, во всех отделах милиции, воинских частях. И весь день у него Слово Божие. Это Бог делает. Это благодать Божия. Полностью с вами согласен. Да вот вы зайдите и тогда увидите там, что там есть. Договорились. Хорошо. Обязательно зайду. Вот если вам думается разговор продолжить, вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Сразу на меня выйдете. Только дайте внизу, напишите, что мы в чат-рулетке уже сталкивались. Договорились. Вы у нас возьмете то, что нигде больше нет в интернете. Только на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. Это 55 папок, социология, мусульманство, православие, коммунизм, дети, работы, загробная жизнь. Это студенты, которые мне вопросы давали, и они отвечают по четырем параметрам. Что на этот вопрос отвечает Библия? Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят соборные правила? 719 пунктов. И что говорят жития святых? 1173 биографии. Вы найдете все там. И поэзия. Я студентам говорю, в течение месяца буду отвечать по вопросу. Что на ваш вопрос отвечали 300 поэтов России за 300 лет? Это 20 тысяч файлов стихотворения. Ничего себе. И вы сейчас сразу найдете, что нигде больше такого нету в мировой истории. Это Бог делает. Это человеку невозможно сделать. Представляю. Спасибо огромное вам за информацию. Храни вас Господь. Приходите в гости. Обязательно. Всего хорошего. С Богом. До свидания. Да, до свидания. До свидания.